Парк вывел. Да? Да. А, ну. Ну, где-то надо за стол сесть. Ну, сейчас-то раздевайтесь. Да, я не хочу раздеваться, я так просто. Мне так удобнее. А, ну, хорошо. Все, проходите. А, давай еще. Ну, товарищ готов. Все, зайдет. Ну, вы догадели. Да. О, а там еще внизу так. Да, да. Добрый день. Так, ну, давайте сюда все. Мы совсем ненадолго по такому сделаем. Я сейчас все объясню по-хорошему. Раздеваться не надо. Вот. Геннадий Иванович работал директором зеркальной фабрики. А там у меня работал брат. Верю, поверю. Пенкин Геннадий Иванович. Вы садитесь, садитесь. Так, вы не сливайте. Да. А мы в это время начали строить деревню православную. А ничего нет. Садись. И нужно было стекло. Вы мне примеры не скажете? Вот если на квадраты ваше стекло сделать, тонна, сколько это будет квадратов? Тонна стекла. Тонна стекла. Я предложил раздеться. Ничего, ничего. Сейчас, подождите. Примерно, сколько? Сколько квадратов? По 5. Так, один квадратный метр. Не отвлекайтесь, походу. Это зависит еще от толщины стекла. Ну, зеркало которое. Зеркало, толщина. Ну, толстая. Зеркало мы делали тогда, когда вы брали стекло, 5-миллиметровое. Да. 5 миллиметров. Один квадратный метр стоил, весил вернее. Так. Я, конечно, запамятил уже, но примерно должен был весить так. Можно свет дожидать нам? Килограмм 8. Нет, хорошо, хорошо. Игнать. Нет, я тебя не буду развивать, мне так удобнее. Килограмм 80. Квадратный метр 5-миллиметрового стекла. 80. Да. Так. Это 80 килограмм, это сколько? 8 килограмм. Один квадратный метр. Нет. 80 килограмм в метр. Метр так и метр так, 80 килограмм. Да. Дело в том, что мы нагрузили столько много, увезли. Это было, наверное, не меньше 7-8 тонн. Ну, может. Они вот такими, вот как у вас, вот эти вот есть, были. Вот такие по размеру, коротенькие. Ну, разные. Да, разные. Нам это все сгодилось. Все использовали, да? Да, использовали. Потому что строили, но вначале-то совсем ничего. И с пластом земли начали делать, а потом с саман делать. Ну, а потом уже кирпичные, деревянные пошли. Теперь уже стеклом тем не пользуются, но где сарай, все осталось. Ну, вот. Я за это время... В то время у нас ничего не было. Мы все обращались, кто как мог. Тем более у меня детский лагерь. Для детского лагеря там они стекла засекли. А детский лагерь тут существует? У меня высшие книги. Это не просто какие-то книжки. Вот посмотрите, пожалуйста. Это лично ваши, да? Да. Это вот три тома. Новый Завет с полным толкованием. Здесь 240 иллюстраций картин, которые мы расстраиваем. Лучший иллюстратор Библии Беставдаре. Вы из рук не выпустите. Посмотрите. Вот, Геннадий, во-первых, что нужно. Здесь, через эти книги, можно легко найти Христа. Вот оно где идет. Видите, как. Ну, увидите. Первая страница. Вот она. Можно себя открыть вот так. Давайте еще обращать. Вот. Новый Завет. Новый Завет. С полным толкованием. Это три тома. Посмотрите. Первый, второй, третий. Так это вы... У меня вышло 38 книг, томов. Вот. И поэтому я сейчас разыскиваю всех, кто мне помогал, чтобы воздать им добру. Ладно, это потом посмотрите. Да, конечно. Посмотрите. Я по пункту хочу сказать. Эти книги, Геннадий Иванович, вот, я все 38 книг подарил, сейчас объясню. Мы проехали до Владивостока, во все библиотеки. Проехали Европу, до Лиссабона, Португалия, прошли Турцию, Скандинавию и Прибалтику. И я подарил, примерно, 500-600 библиотек городов. Один экземпляр полный, 750 евро. Представляете, какая сумма. Оно... Ясно дело, у меня минимальная пенсия, ничего нет, Бог так сделал. Все книги божественные, вот. А это вот, это я на площади стою. Это как бы биографично, два священника пишут. Книга из одних документов. Вы здесь такое видите, там я, ну, знаете, Ив Сигнеев такой был здесь. Я в университете там был занятием. С Бавариным, вот вы сейчас покажу, вот так, минутку, еще тут много фотографий. Вот, сейчас покажу. Снимок просто уникальный. Он чудом. Что-то вам за эти книги... Ничего нет, это я вам благодарен. Смотрите, вот я иду, арестованный меня ведут, видите? Вот он, краевой суд, это святы летят. Я насчитал Златоуста, Жития и насчитал Архипелаг ГУЛАГ. И брал интервью репрессированно. А в то время это не одобрялось. Ну, меня осудили, а теперь реабилитировал, как политзакрещенный, все. Вы это все здесь увидите, как на суде дело было. Вот как у нас тут крещение идет, как мы ездим. Вот это у тебя с патриархом. С патриархом. Или я второй, это грузинский патриарх. Это вот, я начальник детского лагеря, это дети стоят. Ну, лагерь и сейчас есть существует. Ну, там, летом, летний лагерь. Ну, летом, в смысле, да. Да, 44-й год лагерь. А вот это у нас там стоят, это потеряевки там, в этой деревне, видите? Так и называется, деревья потеряевка. Да, деревья потеряевка. Я не вижу у вас здесь свежий шаг, вы. Свет-то тут есть? А, светлое, Гнатихович, не надо, оно большое. Вот, посмотрите, это вот у нас тут приехал. Не епископ приехал, а это священники. Видите как? Не, ну включи свет. Чтобы яснее было видно. Это прямо в храме. Это в потеряевке. Вот все начинали с нуля в 91-м году. Тогда губернатор был Суриков. Мы получили статус за его подписью. Да. Так, для нас он как крестный отец. Ну, а это мы клочки, клочках тут проповедовали. Дерение клочки, знаю, это как бывало там. Там и евангелие раздавали в каждом доме. А это в детском лагере дети сидят занятия, идут, видите, как смеются. А это лошадь, сено заготавливаем. Видите, как интересно ему увидеть. А это вот воспитатель, дети его пытаются побороть. А это Алтайский технический университет, презентация моих книг, когда у меня 8 книг вышло. Да, даже сколько трудов уже положено. Я 9 лет просидел за компьютером и 50 лет готовил материал сюда. 9 лет я не вылазил, 38 томов вышло. И с какого времени вы пишете, писали? Ну, вот сказать, последние у меня лет, допустим, 7 назад кончил, и 9 прибавит туда и все. А остальное, это мне вопросы задавали в университетах, в милиции, я вел занятия во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Вот в школах, там в прокуратурах. И какие вопросы мне задавали, я не совсем хорошо слышал, писем на милиции. Там в Америке, где в других странах я был. Теперь эти вопросы здесь отвечены. Это и политика, и экономика, и религия, и домашняя работа, жизнь, и вечность. И вы найдете здесь на все ответ, вот в этих книгах. А это вот к истинному православию. Посмотрите. Вот видите, фамилия моя. Я 40 лет материал на нее собирал. 40 лет. Здесь вы найдете, посмотрите. Какие труды вы делали. Это огромные. Даже тут актрисов. Что такое Слово Божие? Ну вы хоть получили, я перебью. Получили, конечно, что-то материальное. Под затылку. Ничего. Все за свой счет. Ни копейки, нигде. И вот мы едем, это все только раздаем даром. У нас лодунг в лагере, Геннадий Иванович, вот такой висит, большой. Россия должна встать. А внизу Россия, это мы. И дети скандируют. Россия должна встать. А давайте что. И вы участник этого дела, дорогой мой. Я так и сказал. Мы не знаем. А вы на фабрику звонили? Или не знали? Володя звонил. Володя там узнавал все. И вот на этого человека это и вышли. А на этого Валерия Александровна? А он вам сообщил. А он уже все раз сообщил Володе. А Володя жене, моя жена мне. А я опять на него и наконец на вас вышел. Вы знаете, долго искал я Хромова, резино-технического директора. Теперь станкостроительного Горшкова. А вот сейчас там Академии преподают. Всех нашел и всем подарил книги. Какие-то угрыбы, да? Великое это дело. Когда меня спрашивают, говорят, я много ездил по заграницам, видел, выступал. Что, говорит, самое главное в вашей жизни? Я говорю, я узнал, как много у Бога добрых людей. И почему-то они мне встретились и приняли участие в моих делах. Вы один из них. Так что я прошу вас, во имя Христа, принять этот подарок. Это вот в виде библиотеки у Путина стоят книги. Это не просто. Библиотеки Ленина, парламентской, исторической. Но я не... Что-то мне не верится, что вы ничего за это не получили. Никак. Но как же так? А у меня вообще ничего нет. Вы даже не... Вот у меня шапка, все чужое на мне. Мне Бог дал такую жизнь, радость одна. И все же время... И сколько вам лет сейчас? 50-го июля будет 77. 77 лет. У меня три голубяки, я с голубями, с ребятишками на велосипеде. Да. Ну, молодцы. Ну, Геннадьевны, как я рад, что я вас нашел, а? Да еще узнал, болеют, думают, дай-ка не дождется меня тут. Ну, болей, я болел. Ну, еще. Не моментально ли болел, я два факта перенес. Да, я слышал, все, мне уже рассказали. Понимаете, что вы, не зная меня, и так щедро открыли для меня все. Помните, как собрали завод свой, я выступал у них, вы там объявления дали? Да, да, да. Я рядом, недалеко работал, в Канторе, вот мой. Так, ну, чем вас живет? Ничем. Все, вы приняли? Нет, я готовлю, как ничем. Нет, нет, мы сейчас уходим. Вы угостили нас. Нет, я не хочу, я только и заставлю недавно. Дальше, смотрите. А у вас... Это вас, товарищи, да? Да. Скажите, пожалуйста, а у вас выход в интернет есть? Нет, у меня только у внучки. А у внучки? В городе живет. Вот то, что мы снимаем, через две недели вы себя увидите в интернете. Да. Это на весь мир пойдет. Вот смотрите, это моя визитка. На нем все сказано. Вот это вот стоит крещение принимать, это вот Сережа, вот он стоит. А это мой брат-протеерей, священник. Телефон, а на этой стороне, вот, YouTube, сайт, форум, все здесь есть. Все телефоны наши, а это мой телефон. Вот, вот, это стационарный, а это такой, это сайт. А деревня-то далеко? Ребрихинский, это Маммутский район, 150 километров. Да, 150. От Порнобула. У Маммута был я. Так. Спасибо. И когда вы, например, интернет попадете? Недели через две, я там обрабатываю, приходится отсылать другое место. Недели через две, а может быть через две с половиной-дре. Ну, понятно. Вы обязательно, и там будет называться так. Никому не будьте ничем должны, кроме взаимной любви. Заголовок такой. И там будет написано Жердев. Да. Вас правильно называют? Да. У вас Е последнее, не Е, да? Жердев. Жердев. А я главную фамилию думаю, как найти-то его? Ну, что? Испомнил про Володю. И Володя разыскал. Я даже не надеялся, что он разыскал. Ну, вы давайте присядь, не перекусим чай. Ну, чай, чай. Ну, только что из-за стола. Зачем мы будем это? Ну, и что? Нет. Я так не хочу. Нет. Садитесь. Ну, вы знаете, это у меня поезд закончился. Я всех, кого хотел, вы у меня последний. Да. Вы знаете, на душе так. Чай, кофе, что вы пьете? Ну, смотри, не поедем. Не поедем. Не поедем. Это самое, вон, блинчики съешьте. Знают, как людям относятся, которые взятка. А вот книги во взятку не входят. Да. Тем более, вы на пенсии. Это я вам делаю по любви. И вот эти книги, вы видите, 240 иллюстраций какие, цветные. Это лучший иллюстратор Библии. Это вашим внукам и правнукам еще останется. Ну, вы-то платили за это все? Нет. Уже все позади. Это люди помогали мне. У меня столько спонсоров. Вы знали этот... Владимир Филимонович Писоцкий. Писоцкий, да. Владимира Николаевича Баварина. Ну, конечно. Баварина, кстати, небольшое дело сделала. Прокурора края Параскуна. Параскуна, значит, ну, Пафонин. Юрий Федорович. Это все мои помощники. Да. Мне Бог дал таких людей. Представители краевого суда. Кто меня осудил, и те помогали. Даже судья, который меня осудил, и тот приехал, купил книги. След, который из КГБ, полковник, приехал тоже книги. Купил. Я про них тут описан. Вот в этой книге-то. Вот эта книга, это как бы ключ ко всем книгам. Здесь моя биография. Все абсолютно записано. Что нас писали за границей. Здесь, как нас называют, искорка возрождающейся России. Представьте, больше 20 тысяч сел в России погибло. И мы получили землю, и с нуля начали строить. Первая палатка, первая лопата. Да, мне говорили, когда же приходили, первый раз встречались. Вот это все позади. Теперь же там дома, школа. А население? Ну немного, там 30 человек, допустим. Это только ваши обслуживания? Да, на наши, кто приезжают. Работники, рабочие? Ну, которые родные, близкие люди, верующие, которые приезжают. У нас, видите, чтобы человек поселился, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Пять качеств, а потом своими силами построится. А это непросто. Конечно. Я себе представляю. А нынче, знаете, одну доску купить, что стоит это? Я вот нынче решил там пруды подправить и дорогу сделал. Никогда не было. И вот нынче нашелся человек, который взял меня за руку и сказал, делай. И мне пришлось заплатить 440 тысяч. А ни рубля нету, нету. Вот Бог прям с неба дает. Ну мы, конечно, и поработали. Там Сережа работал. Весной посмотрим, как пруды удержат. Нет земли, теперь даже рыба будет. А пруды, да? Да, пруды, они там мелкие были. Запустили рыбу, да? Да, конечно. Мы стараемся, а еще Бог даст. Мы утверждать-то не можем. Кроме стекла, Володя еще тогда брал такие вот усики зеркала. У меня там другие, просили, я раздавал. Вот так. Вы знаете, я скажу, что у меня надежды найти у вас мало было. Да. Ну я не знаю почему, но зеркальные паблики заехали там у меня, знаете, я... Нету, нету, сказал, нету еще искать. Кого нету? Меня нету? Ну да. Ну, там знаю, что и есть. Но Володя нашел, видите, как через кого. Через кого. Ну, это после меня за директором что-то. Ну да. А он не работает уже. А у него тоже не работает. Того нет, а того нет. Ну, телефоны нашли. Мои телефоны у вас есть. Вот на визитке. Вот есть на визитке. Да. Здесь и сатанарный, мобильный, все есть. Если я вам потребую из-за чего-то духовное, я готов к вашим услугам. У нас дома, где вот здесь домик, вы видите, где мы... Дело со всем, когда я освободился, реабилитировал, я начал судиться. У меня изъяли фанатеку, считается, самая крупная в мире фанатека. Они должны мне были, государство, 11 миллиардов, не донимировали деньги. И 11 лет шел суд, и я его выиграл. Они никак не хотели. Но я не виновен. У меня изъяли то, что свободно было. Мировая литература, я издавал там и поэтов, и всего, мировой поэзии. Жития святых, златоуста, 50 книг только Аудио насчитал. И это все изъяли. Ну а теперь Ползунова 6, это за Пушкино, следующая улица. Приехал Баварин, и рассчитаться нечем, и рассчитались недвижимостью. Два домика дали, 13 соток. У меня там склады для детского лагеря, как будто с неба Бог опустил. А где Краевой суд был, прямо через дорогу, где меня судили. Теперь там музей истории искусства, чтобы я не забывал, где я был. Я как мимо иду, так поклонюсь. Бог спас меня. Это было очень непросто. Я пять тюрем прошел, вот от лагеря такой, как на свой лагерь смерти. Но я живой остался. За что вас садили? Ну за то, что я говорю, за что я издал жития святых, а потом издал архипелаг губайский. И брал интервью, репрессировал, кого арестовали, у кого родственники расстреляны. Я это интервью брал, а теперь за этим гоняются. Людей-то таких нету. Ну да. А эта ценность-то какая? А в то время это не одобрялось. Ну я скажу, что меня посадили, это очень хорошо. Я узнал жизнь тех людей. Я вернулся 17 лет с тюрьмой сотрудничал. Шел по камерам. Там многие люди изменили жизнь. Я выступаю по рации. Заношу, что нужно. Это Бог так сделал. А иначе бы я просто... Просто это... Ну да, вообще вы выглядите хорошо. 77 лет хорошо выглядят. Да я про это и не думаю, хорошо или нехорошо. Я занимаюсь в интернете. Каждый день сейчас часов по 14 сижу. Я провел за компьютером за 9 лет больше 30 тысяч часов. Не вылазил. В последние годы вел занятия в 5 университетах только. Во всех отделах милиции. Это Бог так отрыл. Они приезжают, забирают. По теме, которые я перед ними выступаю, отвозят домой. Это все бесплатно. Ни копейки нигде. И я ни разу еще голодный не лег спать. Вот сам не знаю откуда, что... Вот его мама раз присылает что-то. То-то еще... У меня как будто бы скакится в обранках. Вот так. Вот одно только то, что я вас встретил, это уже я буду рассказывать. Это как чудо. Понимаете, сколько пришлось... Нет, ничего... Вот их нашел, легко я нашел. Помогли мне. Директора резино-технических изделий Хромова. Он в другом месте работает. Вы бы как-то... Вот, но я тоже не работаю. Предприниматель какой-то там. Один давал какое-то печенье для ребятишек. Там может быть совсем немножко. Я всем одинаково 5 книг дарю. Чтобы... Ну а нам что подарить, я не знаю. Нет, нет, это ваша к вам вернула. Это ваша доброта сыграла. Вы своим внукам, детям всем расскажете, что добро у Бога защитется за самое хорошее. Жайно-бро. Вот, видите как? Вот если сегодня взять в городе, вы единственный такой, у кого... Те дни я другим давал. Это сокровище. Вот эти книги в разных странах. И в Америке. Эти книги в королевских библиотеках находятся. Представьте, вы сколько проехали. Ну, Владивосток находка. И пройти Россию, все страны Европы, и дойти через Испанию, Португалию. Это мы все ездили. А у него собака, чемпион России. И она с нами ехала в Газель. Грузопассажирская. Ну ладно, давайте чай его пить. Да нет, пожалуйста. Нету, давайте, ничего не знаю. Сколько сахару? Вы сами положите. Ну, Сережа, пускай садится. Я только что из-за стола. Нет, ничего не знаю. Сергей, давай садись. Сережа. Это нехорошо. Тогда можно подвинуть, чтобы... Нет, ну убери. Да я уберу. Ну все, включаю. У меня сегодня радостный день, что я вас нашел. Ну, спасибо. И видите, какие закладки это у книги. Это цвет российского флага. Это белый, как бы синий, красный. Да. Я говорю, русский флаг, я с детьми занимаюсь. Лучший в мире флаг. Он говорит о земле и о небе. Так, и я забыл иметь. И знаете, Тихон и Шлабка. Здесь все написано в этом белой книге. А, белая. В самом начале, спереди. Это моя биография. Садитесь, садитесь. Чаю. Попейте чаю. Нет, я не буду. Сереж, я поставил пока. Нет, давай, Пальцак, садитесь. Куда-то у нас... По славу Божьей, тогда я, может, поместим пока пойдем. Да. Положите. Смотри, ко мне. Я отступил. Спасибо. Вас как звать-то? Меня Нина. Нина? Нина Степановна. Она та самая. Она чистая, я ее выстирала. Кто-то оставил, и все отказываются. Но я в нее не влезу. Может быть, кто-то женщина есть, она чистенькая, хорошая. Возьмете? Ну, я не знаю, Сережа, если. Сережа? Ну, предложим. Как у женщины же есть у вас. Ну, что, ну нормально. Масей Христос, возьмем. Вот это, натолкнулись мы на подарки-то. Я сегодня раздеваюсь-то, я поехал-то в чем? Я не хочу показывать. Сереж, давай. Думаю, раздевать.